На базе Павлодарского областного кардиологического диспансера проходит выездной координационный совет по итогам деятельности онкологической службы за 2022 год. В ходе традиционной встречи руководители онкологических организаций нашей страны обсуждают проделанную работу за предыдущий год и намечают планы на следующие 12 месяцев. Подробнее в сюжете Валентина Диденко. Врачи-онкологи республики, представители Министерства здравоохранения и Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии собрались вместе, чтобы подвести итоги работы за 2022 год и обсудить проблемные вопросы реализации комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в каждом регионе. Данное мероприятие даёт возможность выявлять болевые точки и разрабатывать стратегию совершенствования онкологической помощи в стране. Ежегодно в Павлодарской области выявляется более 2000 новых случаев онкозаболеваний. На диспансерном учёте состоят более 12,5 тысяч пациентов. В совместной работе у нас большая провоза в том уровне по НСП. Мы являемся ранее, мы являемся, мы ставим реалитетом для наших медицинских организаций в первичном звенах. В ходе работы совета особое внимание уделяется реализации дорожной карты мероприятий, комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. По итогам деятельности онкослужбы в 2022 году. Участники встречи активно обсуждают проблемы и достижения регионов по итогам оказания онкологической помощи. Замечательная тенденция, которая входит в индикатор государственных программ, это снижение смертности от онкологических заболеваний, достигнута по всем регионам. Стоит отметить, что Павлодарская область в рамках реализации комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями одна из немногих достигла основных запланированных показателей, особенно в части медицинского оборудования. Смертность по Павлодарской области за пять лет мы уменьшили почти на 20%. Если буквально в 2021 году смертность у нас была 110, то на сегодняшний день уже 99,6. Это практически почти на 11%. Это благодаря тому, что, во-первых, материально-техническая база мощная, медицинское оборудование, в категории с врачей у нас 96%, медсестер 94%. И, конечно, большая поддержка государства, потому что выделяются большие средства на химиепрепараты, на таргентные препараты. Также на заседании совета пройдет обсуждение разработка и принятие с последующим подписанием на ближайшие три года нового комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. Подобные выездные заседания при участии представителей со всех регионов страны позволят выявить слабые места в работе и перенять положительный опыт коллег. Валентина Диденко, Алексей Михедов, Ертый Сакпарат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!